Минсельхоз предложил снизить налоговую нагрузку для агрария в ЧПСВ, расположенной в черте городов. Это крестьянские хозяйства оказались в непростом положении. Согласно налоговому законодательству, они должны оплачивать каждый квадратный метр, как, например, магазин или кафе. К слову, некоторых фермеров участки больше тысячи гектаров. Шымкенте аграрии за этого уже несколько лет в миллиардных долгах. Аграрии неоднократно обращались в Акимат. Было принято решение снизить налог на 50%, но, по мнению сельхозтоваропроизводителей, даже такая мера не помогла решить их проблему. В ситуацию сейчас смешалось Министерство сельского хозяйства. Необходимо внести изменения в налоговый кодекс, говорят специалисты. Шымкентские аграрии очень ждут положительных перемен. Ведь иначе, по их словам, городские и крестьянские хозяйства не смогут работать вовсе. Сейчас у меня долг 2 миллиарда тенге. Это только одна фирма. Если считать 57 тысяч гектаров сельхозугодий в нашем Шымкенте, представляете, какая сумма налогов. Считай, арестовали, и я оказался в безвыходной ситуации. Нам нужно 1-2 месяца, чтобы сделать это, будь то животноводство или растеневодство. Это будет одинаково для всех. Это не будет по цене города. Будут получать субсидии, положение улучшится. В Кыргызстане, согласно среднесрочной стратегии и тарифной политике, на 2021-2025 годы предусмотрено ежегодное изменение тарифа на электрическую энергию на уровень инфляции. С 1 мая этого года рост составил 10,8% или 11 тынов. Мера по ежегодному повышению вызвана необходимостью постепенно приравнять расходы на производство электроэнергии с тарифами для потребителей. Отрасль, которая должна быть основой экономического развития, нуждается в поддержке. Потребление растет ежегодно на 9-10%, а новые мощности не вводятся. В настоящее время дефицит электроэнергии в энергетической отрасли ежегодно составляет 3,5 млрд кВт-ч. Планомерное и постепенное повышение тарифов до себестоимости производства электроэнергии – это первый шаг к созданию основы для развития отрасли. На восстановление сектора газа потребуется около 40 млрд долларов. Нарушено больше 70% всего жилищного фонда. Такие цифры озвучили в ООН. Реконструкция зданий займет не менее 16 лет, при том условии, что боевые действия завершатся сейчас. Анклав стал практически непригодным для проживания. Эксперты сравнили масштаб разрушений с тем, что было во время Второй мировой войны. Число погибших с начала нового витка конфликта на Ближнем Востоке приблизилось к 34 тысячам. В Баку президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра энергетики Саудовской Аравии. Они обсудили сотрудничество в этой сфере между государствами. Стороны активно сотрудничают в области возобновляемой энергии. Участники встречи отметили, что в этой сфере имеется хороший потенциал. Также подчеркнули важность совместной работы в рамках ОПЕК+. Обсудили и значение проведения в Азербайджане климатической конференции ООН. Она пройдет в Баку осенью.